В правительстве Новгородской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию российской телевизионной радиовещательной сети. Лучшие сотрудники областного телецентра получили награды. За два десятилетия разрозненные областные телецентры объединились в надежную структуру, которая теперь считается крупнейшей в мире цифровой эфирной телесетью. Главное достижение последних лет – оперативный переход на цифровое вещание, а новгородский филиал, в котором сейчас работает больше сотни человек и 35 передающих станций, обеспечивает бесперебойным сигналом 99% жителей области. К слову, наш регион запустил первые 10 цифровых каналов даже раньше столицы. За время цифровизации мы помогли или осуществили врезки новгородского областного телевидения в цифровое телевидение на канале ОТР, ГТРК «Славия» на «Россия-1», «Россия-24». Кроме того, новгородский филиал РТРС транслирует в регионе 17 радиостанций, обеспечивает оповещение населения о чрезвычайных ситуациях и участвует в создании центров обработки данных. Сотрудникам предприятия вручили благодарственные письма губернатора и благодарности председателя областной думы. Разумеется, поздравили коллег и сетевые партнеры. Как отметил руководитель нашего канала, мы связаны неразрывно и только вместе, обеспечиваем стройную систему, от качества работы которой зависит конечный результат. Очень приятно и очень здорово, что в вашем лице, в лице ваших сотрудников мы всегда находим понимание, мы всегда находим высокий профессионализм в решении в том числе и сложных задач. В день рождения предприятия 13 августа телебашня Великого Новгорода загорится праздничными огнями. К ней присоединятся Биробиджан, Благовещенск, Калининград, Калуга, Сочи и Челябинск. А на Останкинской телебашне будет красоваться бабочка – логотип цифрового эфирного телевидения.